Шаббат шалом, а с наступающим шаббатом! В недельной главе говорится, как два колена, колено Рувена и колено Гада, пришли к Мошеробейну с просьбой, что они не хотят заходить в землю Израиля, и они хотят остаться здесь, в Иордании, прямо перед входом в землю Израиля. То есть они просят у Мошеробейна получить добавочные города. Мошеробейну, конечно, эта просьба не очень понравилась, и он сказал им, что посмотрите, что было с вашими праотцами, мы знаем историю с разведчиками, то, что они не хотели войти в землю Израиля, и все поколение было наказано, и он говорит, это неправильно, вы наводите страх на своих собратьев. Тогда колено Рувена и Гада сказали, окей, мы готовы зайти в землю, впереди наших братьев мы будем идти и воевать, и завоюем всю страну, вместе с нашими братьями, завоюем всю страну, и только когда все наши братья получат все свои места, все будет нормально у них, тогда мы вернемся вот в эти земли, которые мы просим у тебя. И тогда Мошеробейну сказал, окей, с этим я согласен. Интересная вещь, что колено Рувена и Гада были готовы на полное самопожертвование. Они не знали, если они вернутся обратно. Они шли на войну, шли на войну ради своих собратьев, ради своих братьев, шли с полной самоотверженностью. И это большой пример для нас, увидев, как они пошли на это самопожертвование, так и мы должны идти на это самопожертвование каждый день. Есть известная история, был такой известный хасид Раби Мендал Футерфас. Он, когда сидел в тюрьмах, в сталинских лагерях, он рассказывал, что из каждой истории в жизни, из каждого момента, который он проводил в лагере, он мог извлечь большой урок в жизни. И однажды у него была история, где он сидел с одним казаком, который тоже отсиживал свой срок за то, что он был очень предан царю. И они сдружились с этим казаком, они как-то сидели поздно сибирской ночью и выпивали. И вот однажды, за такой откровенной речью, он решил рассказать о своем, он стал плакать этот казак и стал делиться своей прошлой жизнью. И со слезами на глазах он говорит, «Эх, Мендал, Мендал, если бы ты знал, что такое казацкий конь, казачий конь, казачий конь, таких не бывает, как я скучаю по нему!» И Раб Мендал спросил у него, ну, расскажи мне, что значит казачий конь. Так этот казак рассказал, что есть три вида коней. Обычный конь стоит, может быть, пять рублей. Такой рабочий конь, он стоит, может быть, рублей десять. Но казачий конь, казачий конь стоит пятьсот рублей. Вы понимаете разницу? Так Раб Мендал сказал, а в чем такая разница между обычным и казачьим? Он говорит, я тебе расскажу. Я тебе расскажу, как мы выбирали казачьих коней для царской армии. У нас была целая команда ребят, казаков, которые собирались на своих конях и гоняли целый табун коней в реку. Мы гнали, мы выбирали табун коней и находили этих диких коней в лесу и гнали их к реке. С разных сторон гнали их к реке с выстрелами из револьверов. И когда кони подходили к реке, они заходили в речку и, несмотря на течение реки, они переплывали реку и выходили на другом берегу реки и убегали. Но на другом берегу реки уже ждала другая команда нас, казаков, ждала этих коней. И эти кони делились на три категории. Были молодые кони, которые такие, они не особо плавали, очень-очень быстро тонули. Вторая категория коней, это были взрослые кони, которые переплывали, выходили и убегали. Они как бы спасли себе жизнь и сразу убегали. И третья категория коней, это были казачьи кони. Такие кони попадались очень редко. В табуне может быть один-два таких коня, казачьих коней. Они переплывали в первую очередь реку очень быстрым образом, очень сильные, очень энергичные. Они были дикие. Они переплывали эту реку и, выходив на другом конце реки, они не убегали, как другие кони. Они поворачивались и смотрели на своих молодых коней, которые тонули и возвращались в реку. Из-за гривы вытаскивали этих молодых коней вместе с собой. Вот это называется казачьи кони. И Равмендал Футерфа сказал, я сделал большущий урок себе в жизни, что не то что кони, но мы тоже своего рода, как эти кони. Есть люди, которые хотят переплыть реку жизни и получить небесный мир. А есть люди, которые перед тем, как даже переплыть эту реку жизни, они смотрят, кому я могу помочь. У нас есть столько сил, столько возможностей, столько талантов взять и помочь другим, как эти казачьи икони. Как эта дикая икони, дикая сила, которая у нас есть. Мы не должны на нее закрывать глаза и сказать, я сделал эту митсу для меня, у меня все хорошо, все баруха шем. Нет, вот это колено Рувина и Гада сказали, мы пойдем вместе с нашими братьями в землю Израиля. Мы даже, если это будет ущерб нам, мы зайдем туда. И только когда у наших братьев все хорошо, тогда мы можем вернуться и взять в нашу землю.